всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий все уже наверное отшутились на тему роскомпозора и гоп-стоп надзора по запускали самолетики кто-то даже вышел на митинг но ситуация на самом деле не меняется и все меньше располагает к юмору поскольку на сегодняшний день то есть на начало мая мой браузер выглядит вот так а это между прочим google вот так выглядит слэк это youtube то есть это три основных моих рабочих приложений единственное что можно считать смешным это то что telegram у меня работает и я могу решать какие-то рабочие вопросы хотя бы в заблокированном телеграме хотя и его трясло последние дни в общем пора бороться за выживание и так vpn что это это туннель от вас к какому-то серверу расположенному зоне не подпадающему под блокировку то есть вы по vpn заходите на какой-то сервер скажем в америке уже оттуда начинаете ходить по разным сайтам уже с новым айпи роскомпозор думает что это не вы а почтенный американец и пускает вас на заблокированный telegram и на рутрекер и куда угодно точнее не то что он пускает он просто не блокирует да и не может заблокировать доступ к сайтам американским гражданам хотя они могут все но потом как же добиться такого счастья буду рассказывать по степени усложнения первое и самое простое это тор браузер вам ничего не нужно делать просто скачать вы просто набираете в яндексе ничего не поделаешь у меня он единственный работает тор браузер эту ссылку лучше пропустить вот это тор project.org скачать установить выглядит он примерно вот так как обычный браузер вот вам telegram видите он считает что мы из америки пришли сейчас тут показан наш путь странно последняя точка сейшелы ну ладно но это не счетово потому что telegram и так работают а вот рутрекер он совсем глухо заблокирован но здесь все в лучшем виде тор для мобильных устройств называется орбот также просто скачивается в play маркете весит немного устанавливаете собственно вот так он выглядит запускаете вот он запустился все во первых можно установить отдельно его браузер or fox а можно запустить встроенный браузер через тор ну и собственно telegram нажимаете на эту шестеренку и выбираете приложение которое запустит трафик через орбот chrome и telegram все трафик пошел что у нас но telegram он опять же и так работает но сейчас он работает через орбот а в google давайте запросим например спутник и погром страшный сайт ну да акция навального в москве все работает единственный он все-таки гоняет трафик даже если вы ничего не смотрите мало очень мало но если он не нужен то я советую его отключать если у вас мобильный трафик ограничен то есть просто выключить vpn режим зачем вам если все и так работает но его самого можно отключить вот трафик пошел напрямую безо всяких прокси далее кстати тоже предельно простое приложение free gate устанавливается как расширение в браузер тоже скачали установили и вот здесь появляется иконка если нажать можно его отключить для особо опасливых можете включать только в случае надобности посмотрим как себя чувствует true tracker отлично чувствовать прокси работает ладно далее собственно классический vpn вот один из неплохих классический потому что платный ну точнее есть бесплатный но тут видите ограничение в 500 мегабайт в месяц а вот при оплате на год это стоит 5 долларов в месяц и безо всяких ограничений ладно установим бесплатный просто чтобы показать и так try it free нам нужно создать туннель указываем логин почта должна быть рабочей и придумываем пароль загрузка пошла тут видите есть еще приложение для android и mac os а мы пока пойдем подтвердим имейл окей все аккаунт подтвержден устанавливаем приложение мишка тут кстати достаточно милый сейчас вы в этом убедитесь все делаем лог-ин тут короткий инструктаж и нам предлагают не быть интернет овцы а включить туннель для настоящего медведя страну приземление медведя лучше оставить в положении авто включаем и медведь пополз в норвегию проверяем рутрекер работает 2 мегабайта из 500 мы выкачали отключаем мишку но и напоследок о самом сложном но относительно сложным но при этом самом надежном способе это когда вы делаете себе свой vpn я не буду описывать процесс подробно тем более что например в этой статье все описано предельно понятно ссылку оставлю в описании смысл в том что вы заказываете себе хостинг где-то в забугорье обычный хостинг долларов за пять в месяц и устанавливаете туда уже готовый сервер который работает как vpn например с трейзант вот он в открытом доступе лежит на гитхаб это мост которым пользуетесь только вы ну и еще несколько человек которые скинутся на хостинг и вы дадите им доступ в таком случае vpn будет обходиться вам в 50 центов в месяц и никто никакой роскомпозор уже ничего не сможет с вами сделать а если даже отловит каким-то образом то вы просто смените хостинг но вот на самом деле это ужасно мне кажется что это как-то даже не укладывается в рамках страдают миллионы людей теряют деньги теоретически должны бы были уже полететь судебные иски уж простите за неприличные для славяна филов сравнения но загнивающей америке гоп-стоп надзор влетел бы сейчас на несколько миллиардов долларов и навсегда бы отлюбил такие штуки хотя в россии это были бы наши доллары налогоплательщиков а значит им любом случае было бы пофигу все любите друг друга нам собственно ничего больше не остается в этой стране это единственное что мы можем противопоставить этому беспределу подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий